Как женщине вести себя после секса с мужчиной? Это очень важный и актуальный вопрос, и очень важная фундаментальная тема, потому что многие из вас, особенно после первой близости с мужчиной, совершают ряд ошибок, которые мужчину отталкивают от вас, и у вас не получается выстраивать отношения. Поэтому обязательно досмотрите его до конца. Возможно, таким образом вы предотвратите нелепые банальные ошибки в отношениях с мужчиной. Первый очень важный пункт, на который нужно обратить внимание. После сексуальной связи с мужчиной ни в коем случае не давайте понять ему, что вы совершили какую-то ошибку. Боже, что я натворила. Блин, это же вообще не про меня, я же другая. Я жду трамвая. Господи, это противоречит всем моим жизненным принципам. То есть, изображать из себя какую-то женщину не совсем адекватную. Ну, правда. На мужчину это никак впечатление не произведет. Никаким образом не комплимитирует в его сторону и адрес. А наоборот, вы себя выставляете такой глуповатой, несмышленной. И женщиной, которой в принципе очень легко манипулировать. То есть, это говорит о том, что вами легко управлять. Если вы совершаете какие-то действия неосознанно, потом о них жалеете, мужчина это все очень быстро рассчитывает. Значит, такой женщиной очень легко управлять. Второй очень важный пункт. Не нужно транслировать мужчине свою жертвенную позицию. Ну, знаете, типа, ну мы же еще встретимся, правда, Гриша? Я надеюсь, это не последняя наша встреча. Я надеюсь, ты мне еще позвонишь. Или ты, наверное, теперь думаешь, что я шлюха. И ты, наверное, думаешь, что я какая-то доступная. Да? Не надо. Вы были в процессе, который доставил вам, я надеюсь, удовольствие. Это процесс, который, к которому вы пришли за счет принятия каких-то решений. И здесь, вместо того, чтобы транслировать позицию жертвы, ваша задача, наоборот, показать мужчине, что вы сделали то, чего захотели. То есть, вы получили то, чего хотели. Нет повода для чувства вины, стыда. А кто, как правило, скатывается в такую позицию? Женщины, которые через свою неуверенность входят в отношения с мужчиной. Они внутренне опустошены. Проблемы с самооценкой, с сексуальностью. И они настолько не верят в себя, в свою женственность, в свою привлекательность, в свою сексуальность, что начинают транслировать вот такую позицию жертвы, чтобы вымолить у мужчины признание, ты что такое говоришь, конечно, встретимся. Это изначально путь не туда. Вот эта позиция женщин-жертв, она очень опасна. И если у вас уже был такой опыт, я вас уверяю, с этим надо что-то делать. Под этим видео есть ссылка. Переходите по ней, как только досмотрите его до конца. И регистрируйтесь на мою бесплатную программу. Я такая одна удобная или уникальная. Я в течение пяти дней расскажу вам о том, как достичь состояния психологической зрелости, как научиться транслировать истинную конструктивную сексуальность, почувствовав, которую мужчина уже никогда не захочет с вами расставаться, как управлять своими границами личного пространства, комплексами, ролевыми установками. Все это под видео. Абсолютно бесплатно и из любой точки мира. Следующая ошибка, которую часто совершают женщины, это вопрос, ну как тебе понравилось? Мы же не пришли на дегустацию. Мы же не пришли в магазин, где есть разные виды сыров. Попробуйте этот, этот, этот. Понравилось? Ну ладно, извините. Нет, мы прекрасно понимаем, что первый сексуальный контакт, он не может быть мега супер вау. Да, то есть есть определенные нюансы. То есть с позиции адреналина и ощущений новых, да, это производит впечатление. Но то, что часто, например, в первом сексуальном контакте у мужчины и женщин может обнаружиться даже какая-то дисгармония, нет еще адаптации, вы еще не привыкли друг к другу, тело, моторика ваша, психика ваша. То есть изначально интересоваться, произвела я на тебя впечатление или нет, не нужно. Вот если женщина, если вы получили удовольствие, вот обратить внимание на свое кайфовое состояние, это будет более правильно, когда вы скажете, вау, мне так классно было, это было что-то невероятное. Нежели спрашивать, тебе понравилось? Ну и как я тебя оседлала? Ну как я там тебе, на тебя налетела? Абсолютно нерабочая схема. Четвертый очень важный момент, это погружаться в состояние тревожности. А ты мне теперь, наверное, не напишешь уже, да? Ты, наверное, думаешь, что я шлюха? Ну, это до такой степени отталкивает мужчину. Она, вот эта тревожность очень сильно чувствуется. А когда мы теперь еще встретимся с тобой? Не надо, не надо. Вы психологически зрелая женщина. Если вы таковой не являетесь, вам ко мне на программу по ссылке под этим видео. Не нужно этого транслировать. А я знаю, что очень многие женщины после сексуальной близости с мужчиной, даже делая вид, что все нормально, оставаясь один на один с собой, все-таки погружаются в состояние тревоги. Они нервничают, они думают, блин, что теперь будет? Если вы с этим сталкиваетесь, необходимо работа над собой. Психотерапия обязательно. Поэтому еще раз напоминаю, что программа «Удобная или уникальная» поможет вам в этом. Следующий очень важный момент – это понимание процесса. То есть в контакте сексуальном с мужчиной вы были в таком архетипе любовницы. Секс, интимность, общались на таком очень классном энергетическом уровне, биохимия. Вот этот архетип любовницы, он не должен исчезать из вашего энергообмена, информационного обмена после близости с мужчиной. Что это значит? Это значит, что если вы уже даже позанимались сексом и разъехались, на контакт не нужно выходить с неуверенностью, с чувством вины, с тревожностью в позиции ребенка. На контакт нужно выходить с мужчиной через архетип любовницы. Ну, например, как поживает твой баклажан? Я скучаю по нему. Мне очень нравится твой запах. Мне так понравилось смотреть тебе в глаза во время секса. У тебя очень приятная кожа. Я бы сейчас, конечно, с тобой пошалила. То есть контакт, который показывает мужчине, что вы абсолютно зрелая. То есть эта зрелость, она считывается, она чувствуется, она осознается. А когда вы начинаете после секса написывать мужчине, ты пропал, потому что я тебе неинтересна. Это же ужас какой-то. Ужас. Мужчина может временно уйти в затишье по разным каким-то причинам и соображениям. Занятость, работа, еще что-то. Одно дело, если он вообще пропал с информационного пространства, и его нет неделю, и он не пишет и не звонит, и на контакт не выходит, а вы ему пишете, он не отвечает. Ну, здесь все понятно. Ошиблись в выборе. Мужчина удовлетворил себя, галочку поставил и пошли дальше. Но даже в этом случае это не повод расстраиваться. Это не повод. Вы представьте себе, в футбольное поле играют две команды. Вратарь пропускает мяч, забили гол. И вместо того, чтобы понять, что ему нужно улучшиться в моменте, сосредоточиться, концентрация, он сидит под штангой и ноет. И плачет весь матч оставшийся. И параллельно что происходит? Ему просто закатывают еще. Не надо. Даже если такое произошло, это ваш опыт. Ваша задача остановиться, не спешить никуда со следующими отношениями. А если такое повторяется несколько раз, так тем более. Пойти в работу над собой. Задуматься, почему я притягиваю к себе таких мужчин. Они появляются в вашем пространстве, я вас уверяю, не просто так. Есть какая-то причина, но вы ее просто не можете обнаружить. Но то, что вам нужно контактировать с мужчиной после сексуального акта через архетип любовницы, это 100%. Я вам даже расскажу одну историю. Молодой человек говорит, познакомились с девушкой, ухаживал, ухаживал за ней, но у вас произошла близость. И честно сказать, мне все понравилось. Мне все понравилось. Но я и не писал после этого 3 или 4 дня. И не писал не потому, что не хотел. Я хотел ей написать. Но у меня было такое ощущение, что я ее не потяну. Но какая-то она очень классная. И она мне сама начала писать. И причем не с вопросов, куда пропал, почему не пишешь, не звонишь, тебе что не понравилось. То есть никаких претензий не было. Она мне начала на контакт со мной выходить через какие-то заигрывания со мной. Ты, видимо, так занят. Типа ты там так занят и, наверное, такой напряженный, что тебе пора расслабиться. Хватит работать. Всех денег не заработаешь. Тебе нужен хороший массаж. Хороший секс. Давай, когда у тебя есть время. В этот момент мужчина совсем по-другому женщину воспринимает. То есть не нужно изображать из себя монашку. А вот второй раз мы с тобой позанимаемся сексом, когда я пойму, кто я для тебя. О, ну ладно. Ну ладно. Вы же понимаете, что это целое искусство. И этому искусству должна обучаться каждая женщина. Искусству быть женщиной. Не обесценивать себя. Не размножать в себе комплексы. Неуверенность. Транслировать конструктивную зрелую сексуальность. Очень многие из вас путают. Секс и сексуальность. Сексом может заниматься любая женщина. У которой мертвая сексуальная энергия. Но вот занявшись сексом с такой женщиной, мужчина всегда будет вставать из постели с ощущением неудовлетворенности. И он никогда не перезвонит и не напишет такой женщине. Женщина, у которой нет тазового блока, брюшного блока. Мы сейчас говорим про телесно ориентированную психотерапию. Женщина, у которой нет установок вот здесь. Страхов различных. Неуверенности. Нездоровой самооценки. Вот такие женщины очень быстро въедаются в сознание мужчины. Они хотят строить отношения с ним. Если вы хотите стать такой, под этим видео есть ссылка. Переходите по ней и регистрируйтесь на мою бесплатную программу. Я такая одна, удобная или уникальная.